В этом году угледобывающая отрасль России отмечает двойной юбилей. Это 70-летие самой праздничной даты и 295-летие с начала официальной угледобычи в стране. Накануне празднования Дня шахтёра в торжественном собрании приняли участие три поколения. Это ветераны, работники отрасли и ученики шахтёрских классов Кызыла. Шахтёр – это очень известная профессия, потому что с её помощью наша страна добывает уголь. Это важный стратегический ресурс. Мы укрепляем наше стратегическое положение. Я считаю, что это очень важная профессия. Собравшихся поприветствовали председатель парламента ТУВК Молдава и министр топлива и энергетики республики Роман Каженол, которые особую благодарность выразили в адрес тех, кто отдал добычи полезных ископаемых многие годы своей жизни. Все выступающие сказали, все слова благодарности. Я от себя лично хотел пожелать всем крепкого здоровья, безопасной работы, удачи, благополучия вашим семьям и вашим близким. С праздником ещё раз. Далее, за образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, весомый личный вклад в создание безопасных условий труда в угольной отрасли республики и в честь 70-летия празднования Дня Шахтёра лучшие сотрудники были отмечены почётными грамотами и благодарностями. Среди награждённых Екатерина Изместева, представитель Тувинской горнорудной компании. Женщина признаётся, что её профессия лаборанта играет не менее важную роль в системе угледобывающей отрасли. Без лаборанта там никак. Вода в котлы нужно поступать, чтобы она химочищенная была, всяко-разно. Могут и взрывы быть, и всяко-разно. Следить за ней обязательно. Регенерацию делать это обязательно. Фильтра это очищать, соль, чтобы не попала, не дай бог, чтобы котлы-то не попала. Сегодня в угледобывающих предприятиях Тувы трудятся свыше тысячи человек. Угольная промышленность была и остаётся одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартирах жителей не только Тувы, но и всей страны предстоящей зимой. Чинчика Шпуков, Бояна Юн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». И в продолжении темы.